Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. Зовут меня Женя. Вы на моем канале «Счастье в нас самих». И сегодня, как и каждый день, советы Таро на завтра. Что же нам посоветует Таро «Мудрость и стихи» на завтра? Первое, что оно посоветует, это не присматриваться очень глубоко к деталям того, что вам надо будет сделать. Не пытайтесь искать каких-то подвохов в какой-то информации, в информации, которая будет приходить. Самое интересное, что когда мы ищем, мы всегда находим. Но вот тут-то такая ситуация, такая информация, такие новости, события, которые будут происходить завтра, их лучше принимать такими, как они есть, и не искать там подвохов, а именно анализировать, как же все это сделать. Как же все это, ну, опять же, если это проблема, как ее решить? Как ее можно перевести в разряд задачи для решения? Потому что если будете искать подвох, если будете углубляться в детали, вот это вот свойство нашего мозга, что когда мы начинаем вот именно углубляться, иногда, иногда я говорю вам, присматривайтесь к деталям, а иногда я вижу, что лучше этого не делать, а просто двигаться, просто действовать, просто, образно говоря, иногда работать. И не думать о том, что, например, я вот говорю это как пример, ой, мне не нравится это делать, но если это входит в ваши обязанности, так зачем же тогда об этом думать, нравится, не нравится, если это ваши обязанности, или вы просто выполняете их, или вы что-то меняете в своей жизни. Прежде всего, отношения, изменив отношения к чему-то, эта вещь, или это событие, или этот человек, меняется. Помните об этом. Ну, короче, первое, не углубляться в детали. Следующее, что могу вам сказать, что это карта правосудия. Вот тут я хочу сказать, что стараться все делать, ну вот у меня вдруг пошло такое слово по протоколу, не обходить некоторые вещи, которые мы иногда, я знаю, мы любим, знаете, как короткий путь. Вот тут, кстати, к сожалению, может еще поэтому будут у вас такие ощущения, что все, что будет происходить, и все, что надо будет делать в этот день, не получится коротким путем. Именно получится по правилам. Есть определенные, знаете, как даже в самых, можно сказать, в самой простой занятии, как готовка. Вот сейчас будете смеяться, я сама улыбаюсь. Есть все равно какие-то правила, по которым мы следуем. Но мы делаем это подсознательно, мы даже об этом не думаем. Так вот тут тоже, что будет, все, что будет происходить, нужно делать последовательно. И по правилам можно сказать. И в каждом, в каждом вопросе, в каждом действии, в каждом проекте есть же определенные правила чего-то, делать что-то. Даже в моем, вот я снимаю каждый день для вас видео, и тут тоже есть определенные у меня последовательности правила. Это приветствие, это выкладывание карт, и потом уже рассказ того, что я вижу. Это тоже своего рода последовательности правила. И тут вот точно то же самое. Если что-то касается отношений, не пытайтесь решить проблемы в отношениях при помощи скандалов и повышения голоса. это только ухудшит ситуацию. Ну и еще одна карта. И не бойтесь действовать. Вот тут еще я хочу сказать, может быть такое, что останавливать вас будет и вот заставлять именно вглядываться в детали, страх неизвестности. Но по тому, что я здесь вижу, не бойтесь. Ваши действия приведут туда, куда вы хотите, приведут к тем результатам, которые вы хотите. И не важно, в какой это сфере жизни, только действуя, образно говоря, я же сказала, образно, потому что это правило, мы когда слышим слово правило, они нас как-то, как бы ущемляют иногда. Вот тут нет, это не ущемление, ни в коем случае не ущемление, тут просто последовательно. И не стараясь вытаскивать определенное действие, а другое не делать. Так, к сожалению или к счастью, завтра не сработает.